Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. В прямом эфире ОТВ программа «Разберемся». Это совместный проект Одинцовского телевидения и общественной палаты района. Напомню, на минувшей неделе в передачу «Актуальное интервью» дозвонился житель города Одинцово Андрей, который был обеспокоен состоянием лесов. Сотрудники отдела надзорной деятельности подтвердили, что его опасения вполне обоснованы. Поэтому тема сегодняшней программы – состояние лесного хозяйства и его готовность к летнему пожароопасному периоду. У нас в гостях Сергей Викторович Сармин, председатель комиссии по экологии и природопользованию общественной палаты. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и кроме того, вы знаете о лесе, наверное, как никто другой много, потому что это род вашей деятельности. Да, род моей деятельности, да, и непосредственно связан как раз с лесным хозяйством, особенно все, что выполняется всей работой в лесу, в том числе и тушение лесных пожаров, и противопожарные предприятия и так далее. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать по телефону 8-495-508-86-84. А пока телезрители дозваниваются, я позволю себе задать свои вопросы. Сотрудники отдела надзорной деятельности подтвердили опасения телезрителя. Говорят, действительно, состояние лесов с точки зрения пожарной безопасности не очень хорошее. Опровергните или подтвердите? Ну, опровергнуть, наверное, не стану опровергать, потому что действительно некая угроза есть, существует. Это и сухостойные деревья, и поваленные деревья, которые создают определенную опасность в лесу. Ну, и нахождение наших людей, граждан в лесу, их действия, которые не всегда продуманные, благоразумные и так далее. Да, наверное, есть. Ну, сейчас обо всем по порядку поговорим, мы к этой теме еще обязательно вернемся. Я думаю, что два предыдущих дня дали нам шанс поверить в то, что весна пришла. Слава богу, перезимовали. Вот каким образом эту зиму перенесли наши леса? Ну, в принципе, леса-то принесли хорошо, за исключением, конечно, когда были сильные ветра, которые какие-либо ослабленные, либо сухостойные деревья повалили, и, соответственно, добавили еще дополнительные работы в летний период, который будет проводиться. Ледяных дождей вроде бы не было особо в этом году. Да, чем страдали предыдущие года, когда это случалось. Сейчас ледяного дождя в этом году, как говорится, миновали, не было. Поэтому леса пережили хорошо. Ну, и зима, наверное, была достаточно мягкая, но снежная. Количество снега каким-то образом на лес влияет в лучшую, в худшую сторону. Ну, в положительную сторону, конечно, влияет, потому что за большое количество снега дополняет дополнительную влагу для деревьев. Но, несмотря на то, что зима была достаточно снежная, и много было снега, и на сегодняшний день, буквально за, как вы подметили, да, за 2-3 дня у нас пришла активная весна, и снег начал активно таять. Но особых каких-то там паводковых, особых катаклизмов в этом направлении нет. То есть, потому что снег ложился на непромороженную землю, и достаточно быстро вода уходит. Снега очень мало осталось в лесу, практически нет. Ну, ближайшие в городах, все мы наблюдаем сейчас, что его вообще практически нет, только лишь там, где, может быть, сыгробы какие-то были. А если сейчас вдруг, не дай бог, подморозят? Ничего страшного, сильным, я думаю, что не подморозит. А небольшой мороз в ночные, минусовые температуры в ночное время суток, это позволит лишнюю убрать влагу, и будет меньше грязи. А если вернуться к теме поваленных деревьев, откуда их столько в наших лесах? Это только сильные ветра, или какие-то еще причины их появления есть? Нет, ну, конечно, не только ветра, сходится воедино много различных факторов природных. Это и ветровал, допустим, 2009 года, откуда у нас пошло большое распространение, большая популяция короедов, всем нам известного, да, который повредил большое количество лесов в Подмосковье. Пройденный ветровал в 2009 году повредил большое количество деревьев, переспелых насаждений, ослабленных деревьев. Затронуло, очень сильно затронуло именно вот юго-западную, западную и северо-западную часть Московской области. Как раз мы находимся именно в западной части. Соответственно, это дало большую кормовую базу для развития, для популяции жука-короеда. Он, в принципе, в природе существует всегда, то есть он есть, но популяция его не возникает, не возрастает, пока не сходятся определенные факторы. И тут они сошлись, к сожалению. Да, и вот то, что дало большую кормовую базу, плюс в 2010 году, мы помним, это слишком, очень большое, сильно засушливое лето. Пожары. То есть пожары. По данным метеорологов, у нас уровень грунтовых вод в 2010 году упал на 2 метра. То есть, что также сказалось на состоянии лесов, лесных насаждений, то есть деревья еще больше ослабли. Соответственно, популяция гроедов в 2010 году была вообще максимальная вспышка, после чего как раз и начались вот эти вот санитарные рубки. То есть это... Если дерево поражило гроедам, оно только вырубке подлежит. Да, вылечить его невозможно, потому что дерево, если оно сильное, не ослабленное, не переспелое, то оно, в принципе, борется само. Кроед в него пытается заселиться, но так как особенно, точнее говоря, кроед повреждает именно хвойные растения, именно елку, ель. У сосны свои есть вредители, но спелое дерево, точнее говоря, сильное дерево, оно засмаливает входы, и жук, в общем-то, не может его одолеть. Ослабленное дерево, конечно, этого сделать не может, поэтому если кроед заселился в еловое насаждение, как бы повредил его, то все, уже спасти его невозможно. А как с этим кроедом бороться? Армию дятлов отправлять? Что нужно делать? Ну, это состояние лесов должно быть, санитарное состояние лесов. То есть изначально деревья должны быть здоровы, чтобы кроед не поразил? Да, конечно. То есть проводить работы по уборке ослабленных деревьев. Для этого есть такой вид работ, как выборочная санитарная рубка, где убирается не целиком насаждение, а только выборочно, те, которые ослабленные, сухостойные и так далее. Но когда процент таких деревьев на какой-то территории превосходит, то тогда уже по лесопатологическим соображениям назначается сплошная санитарная рубка. А вот как определить, здоровое дерево или нездоровое? Вот я, как человек далекий от этого, листики зелененькие имеются, значит, все в порядке. А что специалисты скажут? У хвойных насаждений хвоя. У хвоя на месте, значит, все хорошо. Ну, даже если поврежденное краедом дерево, елка, это не значит, что с нее хвоя осыпается мгновенно. То есть еще в течение 6-7 месяцев она будет стоять зеленая. А потом хвоя начнет осыпаться. И, как правило, весной мы... В прошлом году стояло зеленое, а весной мы видим, что все, как бы, дерево стоит сухое. Пожелтело. Попало, да, стоит сухое. Для того, чтобы определить, для этого существует специальная профессия лесопатологи. Лесничие при проведении мероприятий по отводу определенных площадей пораженных приглашают лесопатологов. Лесопатологи определяют степень заболевания и какие виды мероприятия соответствуют требованиям, и их необходимо назначать. То есть ни одно дерево просто так на глазок не вырубается? Нет, конечно. Сначала все тщательно исследуется и проверяется. Ни в коем случае для этого существуют определенные требования, правила, которые нарушать абсолютно нельзя. А я хочу напомнить телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер телефона 8-495-508-86-84. Вот всех, кто обеспокоен состоянием лесов, могут сейчас позвонить по этому номеру и задать свои вопросы Сергею Викторовичу, который в лесах разбирается, как никто, наверное, другой. Если возвращаться, вот все-таки спрошу о самочувствии короеда, типографа. Как он себя чувствует? Надеюсь, его стало меньше в наших лесах. Его стало очень намного меньше. Можно сказать, не можно сказать, а это уже всеми озвучено. И наш губернатор Андрей Юрьевич об этом уже не раз говорил, что в принципе мы его победили. Потому что площади к вырубке, которые назначались на сегодняшний день, они сократились в разы. Если мы возьмем, для примера, там, 13-й год, 14-й год, когда площади по Московской области достигали 12 тысяч гектар, то на сегодняшний день у нас всего лишь 3 тысячи гектар. То есть вот на сколько разница, да? То есть в 4 раза меньше. А площади лесовосстановления с каждым годом у нас только увеличиваются. В прошлом году очень большой был объем лесовосстановления. В этом году запланирован тоже также большой объем лесовосстановления. То есть все площади, которые, лесные площади, которые были пройдены санитарной рубкой, подлежат обязательному лесовосстановлению. То есть там проходят, проводят посадки лесных культур. На некоторых площадях, где невозможно, допустим, посадить, где может быть заболоченность и так далее, там назначается другой вид лесовосстановительных мероприятий. Это содействие лесовосстановлению, где специально подготавливается почва и идет естественное заселение. А вот так можно примерно сказать, через сколько лет мы восстановим то, что утратили благодаря вот этому жуку? Десятки, наверное. Ну, конечно, это не только не 10, а 20, 30 лет, конечно. Потому что, скажем так, посадив сегодня, вот весной, допустим, мы будем сажать лес, да, как каждый год сажаем. Посадив весной, только через 7 лет данная площадь будет переведена в площадь, покрытая лесом. И далее это будет еще много лет проходить, как площадь молодняки называется в лесном хозяйстве, где будут проводиться виды работ, такие как осветление, прочистка для того, чтобы лесные культуры росли и поднимались, для удаления нежелательной растительности. А я напоминаю, мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Иван Иванович. Очень приятно. Иван Иванович, вы хотите задать вопрос Сергею Викторовичу? Да, да, да. Вот у меня такое впечатление, как будто у нас хозяина в лесу нету, безхозяйственных. А в каком лесу? А вот в Одинцово, Нагорово. Подушкинский лесопарк. По тут, до самой Трегорки, мы тут гуляем, сухостоя огромное количество, валежника, где ветром поломало деревья, никому никакого дела нету. Тут спичку брось, загорится, все полкнет до этой дороги платной. Спасибо, Иван Иванович, за вопрос. Сейчас, я думаю, что мы на него ответим, тем более, что следующий блок вопросов как раз посвящен этой теме. Сухостой и повальных деревьев действительно много, и вы это тоже сказали. Почему не убирается? Ну, давайте тогда вот так вот Ивану Ивановичу я сейчас отвечу. Конкретизирую. Да, то есть территория знакома, мы на ней работаем и знаем. Что касаемо Подушкинского леса здесь, который находится, граничит с Одинцова, с городом Одинцова. Да, действительно там есть, но нужно понять, что невозможно сделать это одномоментно и очень быстро. То есть невозможно, если прошел ураган, да, повалило деревья сухостойные, невозможно в течение недели приехать туда и все это убрать. Потому что есть, существуют определенные законы и ряд мероприятий, которые нужно обязательно провести для того, в соответствии с законодательством, для того, чтобы это сделать правильно. То есть для этого нужно, то есть лесничий должен сделать отвод, зафиксировать факты, как я уже говорил, пригласить лесопатолога, который засвидетельствует, зафиксирует, что действительно здесь это так. Чтобы это делается не только, точнее говоря, это делается в соответствии с законом, но основная цель это, чтобы не допустить какого-либо самовольного или неправильного использования. То есть чтобы не было такого, что где захотели, там и срубили. Поэтому каждый факт нужно подтверждать, фиксировать и так далее. Но что касаемо Подушкинского леса, то вот, наверное, кто живет в Трехгорке, знает, что буквально вот в 16-м году там очень огромная площадь была, которая была поражена короедом, она была выпилена. И в 16-м году она была полностью засажена лесными культурами сосны и ели. Там были посадки лесной, и осенью мы проводили там акцию, 17 гектар мы посадили леса, проводили акцию «Посади свое дерево». То есть сейчас территория абсолютно засажена лесом. Там будут проводиться мероприятия по уходу за этими лесными культурами в летний период времени. Это лесоводственный уход. Также вот, что я понимаю озабоченность Ивана Ивановича, он местный житель, он ходит, он это видит. Но опять же, повторюсь, что невозможно сделать это очень быстро. Все это требует законодательства у нас, требует того, чтобы мы проводили определенный вид мероприятий. А вот так скажем, на дровишке кто-то себе может что-то забрать? Или это уже действие противозаконно, потому что все вот эти процедуры, они не соблюдены? На сегодняшний день оно противозаконно. Но многие, наверное, уже видели, что сейчас во втором чтении уже был закон одобрен. И в третьем чтении он как только пройдет, и с 2019 года вступит в сигнал закон о возможном использовании местным жителям инвалежника. То есть те деревья, которые упали, сухостойные, на сегодняшний день, это является лесом. То это будет являться уже не древесными, то есть как древесные отходы. И в соответствии с этим законом каждый гражданин себе на дрова может прийти в лес, и то дерево, которое упавшее, то есть является валежником, сможет распилить себе, взять и так далее. У нас телефонный звонок 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Очень приятно, Дмитрий. Житель Одинцова. Вас тоже беспокоит состояние леса? Ну, конечно, беспокоит. Я живу на Горова. Нам в лес зайти буквально, перейти дорожку. Хотелось задать такой вопрос. Не подскажете, можно ли как-то силами местных жителей договориться, чтобы прийти в лес, почистить те поваленные деревья. Много было угрыганов, много поваленных. Хочется просто прийти в лес и порадоваться. Как-то можно это сделать так, чтобы... В рамках закона было, да? Абсолютно так. Спасибо большое, Дмитрий, за вопрос. А если взять и на обочине где-нибудь положить? Спасибо, Дмитрий. Это считается противозаконными действиями. Ждем 19-го года. Потому что любые работы в лесу, они должны быть задокументированы и проводить в соответствии с законом именно теми организациями, кто и должен это делать и исполнять. Что там? Что он проходит? Да, это технический вопрос. Но факт в том, что сейчас, если человек... Вот мы соберемся, придем в лес, захотим его почистить. То есть, соответственно, мы... Эти работы проводятся в соответствии с требованиями и техническими заданиями, где прописан каждый шаг. Как это должно быть сделано? В каком месте должно это складировано? В каком месте можно делать? В каком нельзя и так далее? Сейчас, придя в лес, люди... Ну, во-первых, работа с бензопилой требует определенных знаний, умений и навыков. Это как бы опасно. Просто сложить. Убрать мусор можно. И для этого и лесничьи у нас делают все. И мы делаем все для того, чтобы организовывать субботники. Сейчас весна, вот снег сошел. Да, мы действительно будем организовывать субботники, привлекать граждан, привлекать членов СНТ различных, которых у нас в районе очень большое количество. Наверное, ни один район Московской области не потягается таким количеством СНТ, сколько находится в Одинцовском районе. Конечно, будем привлекать. Но привлекать это именно убирать хотя бы мусор. Потому что, который мы, люди... Сами оставили. Да, туда и занесли, и принесли, и оставили. Очень много таких нарушителей, которые вообще вывозят машинами в лес мусор. Это очень большая беда и большой бич лесного хозяйства. С этим проводилась вот в прошлом году, осенью проводилась акция, когда боролись лесничьи, там дежурили вечерами и ранним утром. И было такое количество граждан поймано, которые просто... Ну, что я, да? Ну, я пакетик выкину. Ну, вот каждый пакетик... В итоге... Леса нет, есть свинка. Да, весной, когда сходит снег, мы наблюдаем такое количество мусора, что глаз, как говорится, уже не радуется. Но по поводу субботников все-таки, если есть инициативная группа, для этого можно обратиться в лесничество, сказать о том, что мы бы хотели принять участие. Лесничий всегда пойдет навстречу и поможет организовать. Ну, конечно, не с распиливанием какого-либо валежника, потому что на сегодняшний день это просто неправильно. А с уборкой мусора? Да, но уборка мусора, да. Сейчас лес не только от зимы просыпается, но и активно готовится к летнему пожароопасному периоду. Ежегодно в Денцовском районе проходят учения, на которых сотрудники лесничеств совместно с пожарными отрабатывают действия, которые они, не дай бог, будут предпринимать во время пожара. Предлагаю посмотреть один из таких учений. Данные учения проводятся в Денцовском районе ежегодно с 2009 года. С инициативой их проведения выступает Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон. В этом году, в отличие от прошлых, было решено привлечь полицию нашего района, а также местные коммерческие организации. Во все времена на работу в противопожарную службу шли смелые самоотверженные люди, которые без раздумий оказываются на передовой для борьбы с огнем. Но немалую роль в ликвидации возгорания оказывает и техника. Поэтому, по традиции, учения начались с ее осмотра. Автомобили УАЗ, малый лесопатрульный комплекс, пожарные машины КАМАЗ и ГАЗ-66, лесоходный трактор. Все образцы соответствуют современным требованиям и готовы к ликвидации возгораний разного уровня опасности. В ходе учений также был отработан порядок взаимодействия и обмена информацией о лесопожарной обстановке между лесничьими, пожарными и полицейскими. В летний сезон они будут вести совместное патрулирование в лесах Одинцовского района. С сегодняшнего дня в связи с подписанным соглашением между лесничеством, администрацией Одинцовского муниципального района, полицией Одинцовского района, отделом надзорной деятельности по Одинцовскому району и Одинцовским пожарно-спасательным гарнизоном будут проводиться совместное патрулирование лесного фонда и мест массового отдыха населения. То есть мы будем выезжать и смотреть, как население, гости района отдыхают. По легенде учений, возгорание произошло в Хлюпинском участковом лесничестве вблизи деревни Чигасово и имеет третий класс пожарной опасности. До того, как на место прибыли огнеборцы, тушить возгорание начал лесничий. Именно так он и должен поступить, если увидит настоящий пожар. Поэтому в летний сезон у сторожей леса всегда при себе ранцевый огнетушитель Ермак. Пожарные быстро прибыли на место возгорания и незамедлительно приступили к тушению огня. По итогам учений было установлено, что навыки личного состава и состояние техники позволяют своевременно реагировать и проводить мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами. Отработали этапы передачи информации, кто кому передает, как потом идет направление силы и средств для организации тушения, возгорания. Лесничие пожарные и полицейские пообещали, что будут качественно охранять леса Денцовского района. Но и жителям нужно быть начеку. С 15 марта постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе запрещено сжигание травы и разведение костров. Нужно помнить о правилах безопасности, ведь сохранение природы – наше общее дело. В прямом эфире ОТВ программа «Разберемся». Это совместный проект общественной палаты и Оденцовского телевидения. Мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. Наш номер телефона. К нам дозвонилась Алла Борисовна. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Алла Борисовна. Я житель Трехгорки. Меня очень беспокоит та часть леса, которая выходит на железнодорожную насыпь. Сейчас ведь строятся новые платформы. Я обратила внимание, что на всем протяжении от Трехгорки до Немчиновки сейчас активно вырубается лесополоса. С чем это связано? Это первый вопрос. И второй. Та же самая часть вот этой лесополосы, которая прямо напротив Трехгорки, там такое количество больных деревьев, действительно. И там вообще-то ничего не делается. И там такое заболоченное место. Вообще, выглядит все это очень удручающе. Очень удручающе, поэтому... Спасибо большое за ваши вопросы, Алла Борисовна. Давайте по порядку. Сергей Викторович на них ответим. Да, спасибо, Алла Борисовна. Вопрос актуальный. Почему? Потому что именно по вырубке вот этой лесополосы... Березки там, говорят, какие-то. Да, там береза была, да. По вырубке данной полосы было очень много обращений в лесничество. В том числе приезжала и прокуратура, проверяла все действия. На самом деле ничего законного там, незаконного там не происходит. Все происходит в соответствии с проектом, потому что там будет строиться платформа для нового метро, стоянка и так далее. Это первое. Второе. Данная территория не относится к лесному фонду. Поэтому лесничие на все эти вопросы как бы отвечают, что... Конечно, был выезд лесничевых. Все было проверено. Но данная территория не является лесным фондом. Соответственно, мы не несем, во-первых, ответственности. Во-вторых, не имеем права как бы вмешиваться туда. Это полоса железнодорожного отвода. Они вправе там выполнять эти работы. Все работы проходят по проекту. Соответственно, ну я так предполагаю, уверен практически, что у них по проекту должны быть компенсационные посадки. То есть, по всей видимости, они где-то потом посадят лес. Ну, это, как правило, в проекте делается всегда. И такого рода проекты, там обязательное требование, чтобы провелись компенсационные посадки. А вот что касается больных деревьев с другой стороны? Ну, если это в лесном фонде, то там, говорю, то, чтобы был большой объем, там все вырублен и посажен лес. Как раз это напротив того места, вход в лес еще через определенный участок леса проходишь, дальше выходишь на то место, где уже вырублено и посажено. В том месте, где есть больные деревья, ну, в лесу всегда есть больные деревья. Никуда не деться. Если на бытовой язык перевести, как у человека, грубо говоря, выпадают волосы ежедневно, точно так же и в лесу существуют сухостойные деревья. Не может быть в нашем лесу, чтобы не было ни одного сухого дерева. Ну, это просто нереально. У нас леса, особенно подушкинское, баковское лесничество, там очень старые леса, там попадаются деревья по 120 лет. То есть, достаточно старые леса и, естественно, уже идет естественный процесс. Круговорот жизни никто не отменял. Так было, есть и будет. Совсем живым, наверное. Вот как раз новый закон с валежником, может быть, и поможет в таких случаях, чтобы в лесу стало чище. Потому что, ну, назначать работы в том месте, где на гектаре, грубо говоря, 10 деревьев, это не совсем целесообразно. И финансово на сегодняшний день как бы абсолютно сложно и невыгодно. Мы, к сожалению, все сейчас привязаны к финансам, к определенным, да. И поэтому, как правило, берется за основу уже там, где больше... И ситуация хуже. Ситуация хуже. И требует этого большего, скорейшего вмешательства, скажем так. Если возвращаться к подготовке к пожароопасному периоду, что на данный момент делается для того, чтобы это лето прошло спокойно в Одинцовском районе? Ну, во-первых, подготовка личного состава, подготовка техники. Это как в лесничестве, так и центр лесхоз. Филиал этой организации я возглавляю именно вот по Одинцовскому и Роскому району. Подготовка личного состава техники, проведение различных учений, как мы видели сейчас в сюжете. Также буквально завтра у нас проходит совместное учение с лесничеством. Экологичное, тем, что мы видим. Да, также будет выезд на место с целью закрепить знания и навыки, отработать, проверить технику уже в действии, потому что после зимы, после консервации техника снята с консервацией, проверена на сегодняшний день. Но ее нужно проверить уже в действии, соответственно, и личный состав вспомнит навыки. Также проводится и работа с местными жителями лесничими при патрулировании лесного фонда. Проводится информационная работа как просто с гражданами, находящимися в лесу, с теми, кто проживает, у кого есть дачные участки. То есть вот мы видим данные полиграфической информации, информационные листы, которые выдаются, по которым видно, чего нельзя делать в лесу. То есть не разжигать костры в неположенных местах, особенно в определенный период времени, летом, когда высокий класс пожарной опасности. Не сорить, не бросать стеклянные бутылки, посуду и так далее. Не выжигать траву, что тоже было сказано в сюжете. Уже с 16-го года запрещено выжигание травы, потому что в предыдущие годы очень много было возгорания именно по этому поводу. Поэтому это на сегодняшний день запрещено. То есть этого делать просто нельзя. Правила несложные, запомнить их, мне кажется, достаточно легко. Близится великий праздник, День Победы. И уже несколько лет в нашем районе проходит акция Лес Победы. Будет ли она в этом году? Да, конечно, будет акция Лес Победы. Где? Уже известно? Да, будет проходить в Коралловском лесничестве, это за Звенигородом. Ну, ближе к тому дню будет указано везде на информационных источниках будет указано место, как туда добраться, как прибыть, во сколько начало и так далее. Конечно, всех приглашаем. Мероприятие очень хорошее, нам очень нравится, уже не первый год проходит и объединяет такое количество людей. И с каждым годом людей все больше и больше и больше. То есть это очень для лесничих, для работников лесного хозяйства это очень радостно, конечно. А что нужно знать, отправляясь на эту акцию? Как правильно саженцу нужно посадить, чтобы они точно прижились и лет так через 20 выросло дерево, которое твоими руками было посажено? Ничего сложного нету. Самое главное это желание и участие. А на том месте, где будет проходить акция, будут присутствовать работники лесного хозяйства, это лесничие, помощники, также и от центра лесхоза будут присутствовать сотрудники, которые будут разъяснять и показывать, как это делается. И, как правило, всегда в начале акции проходит определенное торжественное слово, да, говорится и разъясняется, каким образом это происходит, как правильно это сделать. И сотрудники лесничества обязательно в этом участвуют и помогают. Так что главное участвовать и не сидеть дома. А закончить программу, мне хочется, наверное, вот показав такой простой плакатик «Не разводи огонь в лесу». В лесу, мне кажется, все-таки мои гости, правда же, Сергей Викторович? И вести себя должны, соответственно, как в гостях. А в гостях мы себе лишнего не позволяем. Так вот, мне кажется, к лесу это имеет непосредственное отношение. Так что давайте беречь нашу природу, потому что восстанавливать гораздо тяжелее. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Увидимся на канале ОТВ. До новых встреч.